Руководство водоканала продемонстрировало первым лицам города свои технологические достижения. В первую очередь новую систему химводоочистки, которая позволила отказаться от применения жидкого хлора, вещества довольно опасного при хранении. Примечательно, что установленное оборудование произведено в России. Одним словом, с импортозамещением все в порядке. Осмотр насосно-фильтровальной станции в окрестностях села Смородинка заинтересовал руководителей города по причине внедрения новой системы очистки воды. Перед тем, как ее пустить, были проведены опытно-промышленные испытания, которые прошли успешно и были подтверждены сертификатами. И теперь вся вода, поступающая в город из Римлянского водохранилища, получает надлежащее качество. То есть это сердце как раз питьевого водоснабжения в направлении Римлянского для гидроузла, которое 38 тысяч сегодня, значит, поставляет урок сутки. И проектная мощность 50. То есть вот эта очистка, этот комплекс позволяет 50 тысяч в направлении южного направления. Это вся вода, которая идет за Римлянского водохранилища, сюда, сюда. Очистка воды по-новому ведется с мая прошлого года. Явных экономических выгод предприятие от этого не имеет. Но даже если затраты останутся на прежнем уровне, уже немало. Главное, впрочем, вкус воды, который имеет значение, а в конечном счете и здоровье горожан. Я правильно понимаю, что мы здесь от жидкого хлора? Да, от жидкого хлора. От жидкого хлора? Да, да. И вообще от хлора вообще? Вообще. Вообще от хлора, да. Здесь хлор, диоксид хлора, он тоже присутствует, хлор, но он уже... И он не является какой-то царапатом объектом, да? Да. Нет, не является. Инновации не только улучшают экологическое состояние воды, но и ставят миасский водоканал в один ряд с передовыми предприятиями. Технологию, что применяют в Миасе, используют немногие аналогичные организации, которые в буквальном смысле слова можно пересчитать по пальцам. Продолжение следует...